ну что подарок номер два мне там саму имениннику меня вчера был этот самый как он называется праздник металлурга вот ваша черешня с плодами алексей алексей к здравствуй лекарственной саду становится все интереснее созрела через настоящая брянская родина в розово чернок получен от вас держит все уральские морозы я все время говорю просто черешня не выдержит ни хрена любая только та которая напитана сибирскими супер подвоями кто еще кому интересно уссурийская груша дикая манжурский абрикос продумать они детей но все-таки манжурский абрикос китайские сливы вишня сибирская штамба вот они таких условиях жили что теперь на нем когда побыла в данном случае брянская розовая а потом с нее берется ветка уже с брянская розовая без подвоя а у него рассылка на несколько градусов выше а ля 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 что нам моя любимая ольга исакова сказала написала чушь так нет слова чушь было и мошенничество а еще было что бредовые идеи вот это есть бредовая идея бредовая а черенок настоящий а морозы держит когда это один случай а когда их сколько кстати где он на живет наша любимая моя новая любимая как сказать вот она вот она а где она живет санкт-петербург там вообще ничего зарасти кто мне тогда а это путь в большой это самый большой как это назвать трибуна запретили не запретила это перекрыл ваш санкт-петербурга доктор наук уважаемый николай иванович это заместитель этого самого туман того самого где царствует ульга этого вот у меня выпало 18 сорта форн абрикосов до урожая а вы тут железово поверье вы представляете мне перекрыли публикации 2007 год каждом номере ваших и соток тумана может забыл может забыла я дружил с его этим научным научным заместить заместитель по науке вот тогда была крупнейшая газета вот я с ним дружил лауреат то есть лучше публикации железа у любителя металлога значит 15000 вам пожалуйста да пожалуйста путевку в этот по моему тунис нет горе не надо далеко заблудюсь не ходить и дети в аптеку гулять вот и в каждом этом сам за каждую публикацию 1200 2 а у меня то время то 100 сад то сгорел чертовой матери бах вот тебя не можем мы вас печатать вот тот вот письмо доктора наук вот так вот было а вас а теперь санкт-петербург мы можно было покорить еще получается 15 лет назад представляете но непокорим ну ладно смотрим что еще и вот когда алексей к алексей я хочу всех упредить рецепт алексей значит вот спасибо ваш ученик вот первые результаты вот я-то маленько разбираюсь в этих черешнях маленько так вот я чтобы ясность была взял и скопировал из интернета селекционная работа поведение сорта черешня брянская розовая была осуществлена во всероссийском не и люпина научными сотрудниками кончина и астахова накладывается испытания сорт отправилась и седьмом году через шесть лет культура ранее рамки странным гостям мне морды тысяч вы самозванец у вас неправильные сорта вы не отправляли их на испытания и у вас нет они я их нету реста она смотрите и так чешню это серьезных вещах говорю особенно после посещения меня когда его это когда тут самый генерал садового садовый генерал был председатель сыроза садоводов краснодарского края был у меня в гостях вот оказался на юбинар рассмотреть для меня это честь поэтому только эти самые металлургии и строителей нет так вот слушайте дальше 93 третий год тренирован по центральным областям казалось бы ну все прошло сколько лет 7 и 20 28 лет вы представляете все центральные области забиты на рынке в курсе нет на рынке только через зачем нам эти узбеки узбекская или мать и самая молдавская а польская зачем нам через вся забита полностью везде и везде ящик ящик интересно дешевое потому что не надо везти за тысячи километров каждому этим самым сервисе все смеетесь ну правильно смеетесь так вот я знакома вот прошу 28 лет я пишу правда ранее поищем пусть просьба к вам поищите это ладно алексейка он хоть знал где доставать что это правда на бренске вот а то что я слышал откровение бывшего директора гсу я долго хотел бы понимаете что многим это не интересно эти откровения это директор гсу с урала с урала этом был гостях я принял пока был гостиницы меня как супер звезду тогда сейчас бы не никто бы даже задом они оторвал но тогда ко мне все три вечера приезжали делегации со всей области а николай георгиевич подтвердите галя латинкова подтвердите мы с вами там познакомились и вот когда мы сидели так чаем понимаете мне бывший директор рассказывала вот я как все секунд потерял уважение к сумму я видел три книги они видимо обязаны издавать небольшие по тысячу экземпляров и там все та самая страшная агротехника которую сейчас все еще не может отказаться вот она критику реагирует только грязными словами это самая ульга исакова понимаете да это как застой какой-то это как до сих пор болото уже затянуло ряске уже все там уже кислорода нет а вот и вот когда это послушал как они работают я решил сейчас вам рассказывать не буду еще хуже будет все все говорю да я вам показал эти сейчас всем покажу вот я просто нетерпение каждое государство публиковала книги книги проникнуты ненавистью к неправильным скелетом до друзья да но прежде чем показать дальше еще один успех уникальнейший то есть еще один подарок преподнесли в виде плодов уникальных я вот это покажу почему эта книга то сала чека который вы знаете как вот есть прекрасный сорт его создали он мелкий он конечно рядом с настоящей черешней которую я ел на юге украины или допустим я был в это самое командирок какой где-то болгарии было просто в отпуске конечно она там три раза меньше конечно это не шедевр но это как за то мне запорно через все таки через не и можно вернуть исходную форму тогда надо петь вспомнить на сцене метро представляете предложить и исакова это работу или она сказала послушайте железо и сделайте тоже через у крупница это потомок все этих самых она же описала что и сенси семян может может вырасти дичьки ну дичьки не дичьки но я со что так это называется регресс вот я не верю что каждая косточка даст прекрасный плоды это прекрасно просто получилось так что перенес ее на морозостойку видимо вишню алексейка и вот теперь смотрите почему я не сказать с одной стороны вывел сорт честь вами хвала могу даже поклониться никогда не стесняюсь и никогда не считаю унижения спасибо вам за этот сорт у меня он есть и он сам угощал помните я показывал фотографию вот еще также точно разворачиваться уже берем веточку два-три поколения она опять станет крупный на это антинаука поэтому сами понимаете сейчас дать козырь это исакова на песка железа там это бред несет и вот смотрите вот это вот почему я невозможно двигать на сев везде и всюду даже среди пасы садоводов бытует мнение что деревья любые яблони груши включая такую редкость как персики и черешни которых никак не могут у нас завестись не может быть если их не искалечить это вот смотрите вот кто еще не видел а половина из вас точно видела просто минут так сложилось взял писал череши который создал кончено и она же пишет почти для всех сортов череши характерно ярусное расположение в одном ярусе 5-8 литвей внимание такое количество нежелательно слабые ветки вытесняются сильно погибать слабо ветки это плодовые ветки если их вырезать они же нихрена плодосить не будет поэтому ли все ветки надо удалять а какие лишние они это сам гражданка кончера вот я вот по вы вроде специалиста я вроде нет я вроде металла но почему я сколько после вашего я эту книгу уже несколько лет дежурка почему я хожу вокруг своих черешек и вокруг работа работа почему ничего не отсыхает а у нас сибирь и вот самое страшное потом я вам скажу почему вас отсыхает каждом я вы не знаете должны размещаться 3 основной скелетной ветки 3 опять 8 отнимем 3 от 2 до 5 веток 5 где совсем не повезло то 5 веток надо отрезать на кольцо и вот получается страшная вещь извините когда-то я вам это показывал страшная вещь страшная а теперь она начинает болеть замерзать какая там средняя россия какая средняя полоса россии только мороз 20 не дай бог 30 градусов а она веточки все равно даст вопреки то есть вы не даете морозе вы отрезали десятки веток видите вы понаделали страшные раны видите вот здесь я даже уверен что вот это вот уже гнойник вот это не могу лучше найти фотографии и все равно полезут ветки полезут из пящих почек из дремлющих почек полезут вот эти полезу и умрут поэтому умрут потому что вы искалечили дерево а не то что вот их надо уничтожить и вы взяли уничтожили а плодоносить кто будет выжив взяли вырезали все плодовые ветки оставили только ростовой да и рассылает судя по вашему этому инструкции половины нету как минимум вот ребята я это казненное дерево называю садовый христос когда-то эта фотография гражданка кончил я уж не стану это теперь жважили потому что в ответ на вот такие вещи вот это ольга исакова которая цитирует этих чуть ли не 19 век который своего не имеет ничего вот они даже не понимают что творят они просто не догадываются что они мешают нам жить что не мешает этого но главное что они даже в качестве дискуссии не допускают что можно было бы не трогать эти самые ветки то вот посмотрите юлечка матвеева привет моя любимая дочка вот ангелочек это знаете такое создание когда она у меня жила проходила практику вспомнил как это зернышки чего-то варит и ест самое от слабости не сможешь работать вот видите нет ничего но это так по лошадям я хочу придать такую краску немножко доверительную дружескую потому что только час буквально матерился видите вот и вот этому настоящем саду где никто никаких веток не отрезал а урожай а ведь это же наш сожалению покойный борис оси представляете боже ты мой ну а если бы бодр взял и по отрезал бы эти все чтобы он имел бы смотрите посмотрите дерево не прикасался сих от дерева не при к еще айчо ой тут и несколько фотографий хотел разместить ну ладно и и так и второй момент это то с чем я опять же столкнулся с ольгой исаковой вот черешни расходуют большое количество воды мы расходуем все расходуют или сержавы испарять питательных веществ чтобы были ветки нарастали плоды все правильно не спорю поддержание черного на хрена им черный пар борьба с сорняками ну ладно скосил траву ладно мероприятие обеспечить оптимальную влажность почвы ну оптимально ладно тут есть чем поспорить ну пока тут страшно это черный пар понимаете вот мы к этому еще вернемся казалось бы какая блин связь но я пишу это одна из страшнейших ошибок науки именно науки потому что ссылается на создание по усилию терминерской академии сами калечат престольные круги и ни в чем не виноватых садов давно усилий что такое калечить престольные круги они же вам объясню там получается польза и вред вреда примерно 500 в тысячу раз больше чем приносит пользу калечения каторжный труд каторжный попробуйте 10 20 30 деревьев подержите но если к черной пары за когда вообще не травинки попробуйте кто грядки имел он знает грядки с овощами вот там уж каторга ну там по крайней мере они вот овощи вот такие а когда алексей калексеевич и фотографии мы глядели чё письмо читали я вспомнил вот мне это письмо где-то в архиве есть я давно не видел она могла потеряться помните вы стояли возле садженса который выше вас роста плюс это по-моему есть бортуса то самый мой этот моя веточка вы превратили мощный двухметровый это самый 1 1 за одно летние за одно летом вот такой вы махал огромный и чихали они на на эти самые на то что там под ним творится и зачем у черный пар но это потом